Эвакуация из машины, искусственное дыхание и даже прием родов. Сотрудники ГИБДД должны быть готовы ко всему, ведь что именно произойдет на дороге, предсказать невозможно. Для того, чтобы повысить свои навыки в области медицины, сотрудники ГАИ пройдут обучение у настоящих врачей. Это первый подобный опыт. Раньше полицейские изучали правила оказания первой помощи только в теории, а отрабатывать их приходилось уже в боевых условиях. Теперь в их распоряжении окажутся современные тренажеры. Сегодня мы пробуем провести занятия по базовой сердечно-легочной реанимации и первая помощь при обструкции верхних дыхательных путей. Навыки жизненно важны, очень необходимы и я думаю, они в полной мере сегодня их освоят. Продолжаем дыхание. Одна рука, на лоб, два пальца, вы руки под подбородок, запрокидываем голову, открываем рот, наклоняемся. И с лоджиным дыханием считаем 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Дыхание нет. Называем помощь. Непрямой массаж сердца делается 30 раз. При этом руки инспектора должны находиться под прямым углом к человеку. И их нельзя сгибать. Подобные нюансы будут рассказывать сотрудникам ГАИ в течение двух месяцев. Ежедневно центры симуляционного обучения будут посещать по 10 человек личного состава. Контролировать дыхание, силу дыхания и понимать, что ты можешь в данный момент спасти жизнь человеку, это очень-очень вдохновляет. Пройдут это обучение практически все 100% личного состава. Более того, личный состав не только городской. Сегодня, например, начали заниматься именно с области инспекторы. И первое занятие было с инспекторами Шиловского района. Занятие рассчитано на три часа. За это время сотрудники ГИБДД должны освоить теорию и практику, а также сдать небольшой зачет. Ведь чтобы не растеряться в реальной ситуации, где от скорости и от точности действий зависит жизнь человека, нужно точно усвоить простые алгоритмы.